Добрый день! Обзор рукоятки-перезарядки для АКМ и других карабинов на его базе РП-5. Покажу, как она выглядит, чем отличается от других рукояток-перезарядки производства «Зенитка», как выглядит форма рычага затворной рамы, на которую она устанавливается, как выглядят другие формы, и, наконец, как установить РП-5 на карабин. Меня зовут Анастасия. Рукоятка-перезарядки – это такой удобный аксессуар, который повышает комфорт работы с оружием. Эргономика сразу плюс 10. То есть не надо беспокоиться, что вы как-то порежетесь о штатный рычаг затворной рамы. Можно это делать с разных положений. Даже с раздробленной рукой появляется возможность хоть как-то комфортно обращаться с оружием. Какие сразу же возникают вопросы? Принцип, который «Зенитка» проповедует в своем тюнинге, состоит в том, что мы должны иметь возможность вернуть карабин в его штатное состояние. То есть мы ничего в нем не изменяем, не вклеиваем безвозвратно. Рукоятку-перезарядки тоже должна быть возможность при необходимости снять. Поэтому наши рукоятки-перезарядки не вклеиваются, не ставятся на эпоксидку. Они устанавливаются механическим способом, исходя из того, какая у рычага затворной рамы форма. А эти формы бывают разные. Например, на АК-74М и на АК-М эта форма не одинаковая. Поэтому наша рукоятка-перезарядки РП-1, которая устанавливается на большую часть модели АК, с АК-Мом несовместима, потому что там другая форма. Я покажу, как она отличается. Поэтому вы сейчас посмотрите, как она выглядит, сравните со своим карабином, и исходя из этого сделайте вывод, какая рукоятка-перезарядки вам подходит. Итак, у меня на КМСе установлено РП-5. Я сейчас сниму и покажу, как выглядит форма рычага, на которую подходит РП-5. Так выглядит РП-5. Сверху два винта, которые держат защитный кожух. Я их сейчас откручу. Снимаю внешний кожух. Внутри достаточно сложная конструкция. Есть два сухаря, которые обнимают рычаг затворной рамы. Они соединяются при помощи бокового винта, а также здесь есть шестигранник, который надо ослабить. Шестигранный ключ входит в комплект изделия. Откручиваю боковой винт. Снимаю два сухаря. Итак, форма рычага затворной рамы АКМа и карабинов на его базе. Выглядит так. Если на вашем карабине такая же, следовательно, вам подходит РП-5. Чем отличается от, например, АК-74М? Демонстрируем. АКМ, АК-74М. У АК-74М эта плоскость прямая, здесь же она округлая. У АК-74М наконечник расширяется, у АКМа он сужается. На такую форму ставим РП-1, на такую форму ставим РП-5. Также существуют другие рукоятки перезарядки нашего производства. РП-2 подходит на Витязь и Сайгу-9. РП-3 подходит на различные модели Випрей. Также еще одна новинка. РП-4 подходит для АКС-74У. АК-74У выглядит так. Она покороче, чем АК, и имеет немного другую форму. Я также про РП-4 в ближайшее время сниму обзор. РП-4 похожа на РП-5. Популярный вопрос. Масса. На самом деле РП-5 элемент маленький, весит меньше, чем крабик у меня в волосах. Но по запросам трудящихся взвешу. РП-5 весит 18 граммов. Теперь установлю ее назад. Так, рычаг затворной рамы, два сухаря. Они изнутри пропилены по форме рычага затворной рамы. Поэтому поставить их можно только одним способом. Поставить их неправильно нельзя. Вкручиваю винт сбоку. После того, как вы закрутили боковой винт, надо затянуть шестигранник. Потому что я, конечно, говорю, что есть вот такая форма, есть вот такая форма. Но даже внутри одной формы все равно есть какая-то погрешность. Плюс-минус. Чтобы на всех штатных рычагах одинаково хорошо сидела рукоятка перезарядки, надо затянуть шестигранник. После этого можно устанавливать внешнюю часть. Поставили ее таким образом, чтобы отверстия совпадали. И закручиваем два винта. Рукоятка установлена. Крепко держится. Ставлю назад на карабин. Рукоятка перезарядки РП-5 установлена. Они уже в наличии, в продаже. Можно приобрести как в нашем интернет-магазине zenitka.ru, так и в партнерских магазинах. Список официальных партнеров перечислен на сайте zenitka.ru в разделе «Партнеры». Если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на кнопку с колокольчиком. Остались вопросы, задавайте их в комментариях. А мы с вами увидимся в новых видео. До свидания.